Сегодня на основе своей презентации я расскажу о том, с чем мы сталкиваемся ежедневно при внедрении Bittrex 24, а именно расскажу о том, какие страхи испытывают ваши сотрудники при внедрении CRM, и также как внедрить CRM, чтобы не потерять вложенные деньги. Сейчас организаторы нам подключат презентацию, и я продолжу свое выступление. Итак, стоит в компании пройти слух о том, что скоро будет внедрена CRM-система, а в коллективе коллектив охватывает паника. И сотрудники CRM воспринимают как некое око государства, которое контролирует каждый шаг сотрудника, при этом выдергивает из привычной рутины. Ну, что здесь такого? Вроде бы это гораздо удобнее, чем использование таблиц Excel, либо каких-либо совместных папок. Теперь давайте детально разберем, с какими страхами сталкиваются ваши сотрудники. Первое. Ваши сотрудники думают о том, что у них появится много лишней работы. Мало того, что нужно проходить обучение по системе, но и нужно постоянно заполнять кучу полей, постоянно следить за правильной работой системы и регулярно заходить в нее. Следующий страх. Каждый шаг для сотрудника будет подконтрольным. То есть они будут следить за вводом клавиатуры и какие сайты посещает сотрудник во время своей работы. Новая система сложна и непонятна в работе. Это еще одна проблема. Если менеджеров на старте нормально не обучить при работе в данной системе, то у менеджера негативное восприятие CRM-системы и период адаптации к CRM у него увеличивается. И очень распространенная фобия о том, что при внедрении CRM пойдут сокращения штатов. И многие бендеры на текущий момент свой маркетинг строят именно под этим тезисом. Еще один страх, который касается ведущих менеджеров и руководителей отделов, о том, что всех их клиентов будут видеть другие сотрудники. Но как раз таки у ведущих специалистов самый серьезный мотив компании в том, что они сохраняют своих клиентов у себя в блокнотах с той целью, чтобы потом найти для себя другую работу. Если вы видели в некоторых описаниях вакансий, есть те требования о том, что требуются сотрудники с наработанной клиентской базой. И, безусловно, следующий страх – это выход из зоны комфорта. Внедрение CRM-системы... При внедрении CRM-системы у менеджера меняется привычный алгоритм работы. То есть психологическое восприятие нового – это нормальная реакция человеческого организма. Если страхи начинают оправдывать себя, то внедрение CRM принимает весьма негативные последствия для ваших сотрудников. И всех перечисленных мотивов, которые мы сегодня обозначили, приводят к тому, что сотрудники начинают саботировать. Первое – не используют CRM-систему, поскольку мотивируют тем, что CRM неудобная и занимает слишком много времени. Также сотрудники постоянно вносят туда неактуальную информацию, которая непригодна для отчетности. И в дальнейшем это проявляется, так скажем, в активные протесты внутри самой компании. И как же бороться с этим? Первое – необходимо донести до ваших сотрудников о том, что CRM-система является помощником. CRM-система позволит им спланировать рабочее время, не забыть о важных договоренностях с клиентами, и также это увеличит их эффективность работы. И донесите до ваших сотрудников о том, что CRM-система не способна следить за вводом клавиатуры, и также смотреть, какие сайты вы посещаете в течение вашего рабочего времени. И не забывайте о том, что при внедрении CRM нужно работать с сотрудниками, то есть постоянно обучать их в работе с системой. Задайте вопрос компании, которая интегрировала вам CRM, и узнаете о новых возможностях, и также донесите это до вашего персонала. Также в коллективе необходимо выбрать одного ответственного человека, который также мог подсказывать своим коллегам о том, как правильно работать в самой системе. И донесите о том, что сокращение штата не будет после внедрения CRM, поскольку увольнять обученных специалистов себе дороже, и при этом грамотный руководитель всегда найдет, чем занять трудовой ресурс, свободный трудовой ресурс. Страх о том, что менеджеры будут видеть других клиентов, здесь его побороть нельзя будет, поскольку, да, можно настроить таким образом CRM, менеджер видит только своих клиентов, но при этом другие менеджеры не будут претендовать на его клиентов. И следующее, предлагайте бонусы, привязывайте KPI сотрудников к показателям CRM, и не забывайте о том, что поощряйте своих сотрудников после выполнения определенных показателей. И самое важное, теперь мы перейдем, как внедрить CRM-систему так, чтобы не потерять ваши вложенные деньги. Шаг номер один – это определите цель, зачем вашей компании необходима CRM-система, и сопоставьте цели внедрения данной CRM-системы. Ответьте на такие вопросы, какие задачи поможет решить CRM-система. Также выделите рабочую группу, которая будет наиболее заинтересована в внедрении CRM, и среди них определите одного ответственного человека, который будет отвечать за успех внедрения CRM-системы. Шаг второй – принимайте активное участие, участвуйте в формировании в постановке задач, выделите для себя основные задачи, привлекайте тех, кто будет работать в данной системе, контролируйте процесс и не пускайте это дело на самотек. Заранее поговорите с потенциально проблемными сотрудниками, и также пообщайтесь с вашими сотрудниками, задайте им вопрос о том, какие неудобства вызывают при работе в CRM. После того, как вы получите ответ, преподнесите CRM таким образом, то, что это будет являться помощником решения данной проблемы. Продемонстрируйте, как работает CRM-система, работайте сами в ней, дайте инструкции и рекламе, перенесите в CRM все коммуникации, назначьте администратора CRM, пользуйтесь технической поддержкой интегратора, вознаграждайте и наказывайте за неправильное использование CRM-системы. И после того, как вы внедрили CRM-систему, не забывайте периодически собирать ваших сотрудников и расспросить их о том, что действительно не устраивает CRM-системы. Проанализируйте, что изменилось в компании после внедрения системы, и не забывайте также консультироваться с компанией, которая внедрила вашу компанию CRM-систему. Так, уважаемые участники, я вам желаю успехов в развитии вашего бизнеса, также открыть сейчас для ваших вопросов. Я напомню, что у парня был доклад менеджера по работе с клиентами, ой, как перевести сотрудников из блокнота в CRM. Прошу прощения. Итак, первый вопрос от наших слушателей. Если у меня нет времени сейчас следовать всему алгоритму внедрения, можно ли что-то пропустить? Вы знаете, я вспомнил своего друга, который купил BMW X6 и припарковал его на автостоянке и не ездил на этой машине, поскольку у него нет денег на бензин. То есть, опять же, здесь нужно вернуться к тому моменту, зачем нужна для него, для его компании CRM-система. После того, как он найдет четкое понимание, зачем необходимо внедрить CRM-систему для его компании, тогда он, я думаю, найдет время для того, чтобы самому пользоваться CRM-системой. Хорошо, спасибо. Так, еще один вопрос. У меня есть в отделе очень ценный опытный сотрудник, но по возрасту, боюсь, что она может категорически отказаться использовать CRM. Что делать в этом случае? Ну, в этом случае, опять же, нужно выявить, по какой причине сотрудник отказывается работать в CRM-системе, и после того, как мы найдем четкий ответ, почему человек не хочет работать в этой системе, также отработать, так скажем, это возражение, и уже предложить поработать в данной системе, и также дать ему понять о том, что CRM – это его помощник, то, что позволит ему систематизировать его работу. Так, хорошо, спасибо за ответы, спасибо за доклад. Напомню, что это был Парвин Ардухан, менеджер по работе с клиентами Solar Group. Спасибо большое, хорошего дня.